Привет-привет! Сегодня я покажу вам мои пустые баночки. Начнем мы, пожалуй, с маленьких упаковок. Крем от L'Occitane миндальная серия, крем для рук. У него очень приятный запах, как и у всей миндальной серии. И мне понравился этот крем для рук тем, что он быстрее всего впитывается, в отличие от таких серий, как карите и вербена. Вербена, она, кстати, более впитываемая, чем миндаль, но мне больше понравился запах миндаля, потому что все-таки вот вербена мне как-то надоело. Я ей тоже увлекалась, она мне нравилась. Миндаль, хоть он и такой сладкий, вроде приторный, но очень многие люди его любят, и я не исключение. Я люблю гель для душа, вернее масло для душа. И раз я начала L'Occitane, это серия божественная от L'Occitane, то есть с бессмертником. Это тоник для лица, обогащенный сактами Эммартеля. Здесь очень много эфирных масел, это чувствуется. Также здесь пишется, что удаляют остатки макияжа из-за грязнений, тонизируют кожу. Мне изначально он очень нравился, и мне нравились вот эти эфирные масла, мне не было никакого раздражения. Очень много отзывов о том, что идет раздражение, то есть не всем подходит. Вообще не всем подходит косметика L'Occitane, и если вы что-то берете из одной серии, это не значит, что вы должны брать всю линейку из этой серии, и крем, и тоник, и лосьон, и очищение, вы можете взять разных серий. Вот я, например, Ангелька есть серия, она мне вообще совершенно не подходит, а именно МРТ мне подходит. Мне очень понравился этот тоник, он очень хорошо удалял остатки макияжа, действительно, то есть им нельзя смывать макияж, это уже как тонизирование, но и также он хорошо удаляет остатки макияжа, то есть всегда на ватном спонжике я видела то, что тональный крем остается, для глаз его нельзя использовать. То, что перестала им пользоваться, я стала им реже пользоваться, и вот я по чуть-чуть, по чуть-чуть, и он все-таки у меня закончился, но он мне очень понравился. Когда я жила в России, он мне очень хорошо подходил, сейчас вот здесь он мне не подходит, потому что у меня и так очень глубокое очищение, а этот тоник раздражает кожу немного. Я советую обратить на него внимание, кто присматривается к марке Локстан, косметики Локстан, действительно, очень хорошая у них косметика, и выбирайте, консультируясь с продавцом, потому что она вам очень поможет и выберет вам подходящий уход. К тому тонику у меня был полноформатный, пенка для умывания. И у меня уже остались остатки, я просто перелила в маленькую. Да, изначально я вообще покупала маленький формат, чтобы попробовать, как вообще ведет себя эта пенка, подойдет ли она мне. Мне понравилось, и я купила полноформат. Если вы хотите попробовать что-то из Локстан купить, просите маленький формат. Эта пенка мне очень нравилась, она очень хорошо очищала, не нужно было сбивать пену, хотя об этом я даже тогда не знала, но я понимала, что это хорошее очищение, когда пенка уже готова. Она мне как-то бы надоела, может потом я вернусь к ней, а пока вот я в такой маленький формат перелила, чтобы с собой возить, и вот в ближайшей поездке он мне понадобится. Это маска для лица из линии Сияющая. Кто знает, есть Локситан СПА, они в Питере и в Москве есть, в остальных городах, к сожалению, сейчас нет, и Локситан вообще только распространяет свою сеть по России. Эту линейку, эту маску используют в СПА, и когда я была на тренинге в СПА, показывали, как действует эта маска, я просто вообще была в шоке, она реально так хорошо подсвечивала кожу. Я когда увидела, девушки нанесли эту маску, убрали ее, кстати, вот этим тоником убрали, тоже используется часто этот тоник в СПА, у нее так кожа сияла, вообще по-другому совершенно выглядела, это было просто нечто, я купила себе эту маску, и она мне действительно понравилась, она хорошо подсвечивала кожу, то есть кожа выглядела очень отдохнувшей, сияющей, я в восторге была от этой маски, но через какое-то время она мне стала, видимо, слишком большая концентрация этих масел, и для моей кожи еще молодой, это слишком, поэтому я перестала ее использовать в качестве маски, я только раз в неделю наносила в качестве крема, то есть тоненьким-тоненьким слоем, и также эту маску вы наносите, то есть вы ее можете не смывать, вы как ее нанесли толстым слоем, потом она впиталась, мы 15-20, убрали ватную, эта маска как два в одно, вы можете ее использовать как крем, если вы хотите купить что-то из линии сияющей, не нужно покупать крем, вы можете купить эту маску, и все, это классно будет, здесь огромный просто формат, 125 миллилитров, это вам на очень долго хватит, плюс здесь витамин С, и состав, который отбеливает кожу, видите, я уже убрала наклейку, на самом деле она уже, она раньше всех продуктов, которые я вам показываю, закончилась, не выбрасывала баночку, только потому, что я хочу здесь сделать свечку, дальше Voxitan, это линейка кат, это мужская линейка, просто видела, как девушки покупали себе этот крем, мы говорили, как он вообще классно после бритья восстанавливает кожу, я решила, я думаю, себе тоже куплю, потому что мне и запах нравится этого можжевельника, вообще, ну мне нравится, и мне понравилась то, что металлическая упаковка, я вообще-то обожаю в Voxitan, то, что у них стекло, металл, такие тубы красивые, конечно, есть и пластик, но пластик делают еще из, потому что в магазине падают эти бутылочки, и риск, что они разобьются, очень большой, поэтому многие продукты сделаны в пластиковых тарах. Здесь запатентованный комплекс можжевельник, считается бестселлером Voxitan, вообще бестселлеры постоянно меняются, но, я думаю, кат, наверное, еще остался бестселлером, это самый продаваемый, один из самых продаваемых продуктов, мужчины его любят, и женщины тоже, то есть, и мне он очень понравился, он действительно восстанавливает кожу, кожа вообще, он моментально впитывается, кожа такая гладенькая-гладенькая, и волосы от него тоньше действительно растут, и когда у меня какие-то мелкие порезы за счет вот этого экстракта можжевельника, они быстрее заживают, и восстанавливается сама кожа. Что еще хочу сказать, вот видите ключ, всегда покупайте ключик, вы один раз его купите, да, он, конечно, дорогой, может, можно какой-то в другом магазине купить, но я просто не видела, я сразу же купила Voxitan, тем более он такой красивый, здесь написано Voxitan, хотя Voxitan иногда стирается. Так вот, он хорошо подворачивает крем, то есть, вы видите, здесь вообще полностью, здесь ничего, никакого крема нет, я вот его до конца вообще вывернула, открыла крышечку, когда он закончился, взяла ватную палочку и еще 4 раза достала крем, то есть, он вообще, он здесь пустой, тут что-то по стенкам размазано, ну, как, здесь уже нечего даже выдавливать. Сколько крема можно сэкономить, и это удобно, если просто вы неправильно нажали на тубу, она может расколоться, и вы можете еще и порезаться, и крем будет выдавливаться из этого уголка, где у вас лопнула туба, то есть, это совсем неудобно, и это очень опасно, и он вам пригодится для другого крема, очень хороший крем для ног корите, я его обожаю, у него такой запах, я еще люблю лаванду, вот этот с елью, я обожаю лаванду, конечно, может, меня никто не поймет, очень мало кто любит лаванду, но если вы ее полюбите, вы ее очень крепко полюбите, я вас уверяю. Так, ладно, локситан закончился, и я вам покажу псевдо локситан японский. В видео, где я тестировала японские шампуни, я говорила вам об этой марке, что она меня вообще просто сводит с ума. Они себя действительно хотят видеть, видимо, как локситаны, и у них вот даже какой-то вот такой стиль, типа мы, типа органическое что-то, ну, конечно, в локситан не все органическое, не все эко-септ, сертификатом эко-септ, но все-таки они вот близко, они с мельвитой один холдинг, мельвитой это органическое, ну, и локситан почти что, то есть у них есть консерванты, которые поддерживают продукт в большом сроке годности. Так вот, этот гель для душа, я уже так хотела, чтобы он закончился, он меня так достал. Изначально он мне понравился, я такая думаю, ну, вау, так классно эфирными маслами пахнет, а потом они так надоедают. Вот, эфирные масла, действительно, их лучше чередовать, потому что они очень сильно надоедают, и особенно если они в таких огромных гелях для душа, в тониках, они очень сильно надоедают. В общем, я мечтала о том, чтобы он закончился, и он наконец-таки закончился. Ну, мылящее свойство у него очень хорошее, он хорошо мылится, но не пенится. Пены у него мало, но он хорошо очень очищает кожу. В общем-то, нормальный, но вот эти эфирные масла, они очень сильно надоедают, и я просто мечтала, чтобы он закончился, и он закончился. Мне просто жалко его было выкидывать. Хотя, конечно, у него не сильно прям большая цена для его размера, но... Ну, в общем, вот так. Это японская фирма, КОС. Увидела воск, восстанавливающий для волос, и думаю, ну, попробуй себе купить, там буду мазать, может, как-то вот чуть-чуть так. Но даже когда его чуть-чуть я наносила, он жирнил волосы, они слепались, становились такими как прядками, отделялись некрасиво. Ну, я очень прекратила им так пользоваться, я решила потом наносить перед мытьем головы, но он как-то вообще не помогал, то есть не питал волосы. И, конечно, видите, да, пустая баночка. Я его не использовала, просто взяла его и потом выбросила. И баночку я тоже оставила, чтобы залить в нее свечку. Вот что-то меня потянуло сделать свечки. Ну, просто хорошие баночки, подумала, почему бы и нет сделать свои хендмейн-свечки. Я люблю что-нибудь такое своими руками сделать. Что я хочу сказать про этот воск? Ну, не стоит его заказывать, он вообще никакой. Он по консистенции похож на маску для волос, а по принципу действия не похож на воск. Может, он и восстанавливает волосы. Но внешний вид волос не стоит того, чтобы вот так вот восстанавливать волосы. Тоже не выкинула баночку, потому что хочу с ней сделать свечку. Обожаю крем Шанель Мадмуазель. Он уже у меня закончился. Баночка очень долго пахнет. Кстати, если у вас заканчивается крем от Шанель, можно налить сюда крем, который вообще практически без запаха. И он впитает в себя запах. И можно еще попользоваться. Я так делала, когда у меня крем заканчивался. Что я хочу сказать. Он хорошо увлажняет. То есть у него все хорошие свойства крема. Он мне очень нравится. И запах супер вообще. Когда я не хочу пользоваться духами, или когда я наоборот хочу пользоваться и духами. Я вообще прям благухать, мадмуазель. Я пользуюсь этим кремом и духами. Именно духами, не парфюмом. Потому что после крема мне почему-то больше нравится, как раскрываются именно духи. По-моему, ничего кроме духов и ароматов Шанель я об не признаю совсем. И вот такие вот крема я очень люблю. И вот это из той серии у меня, когда у меня что-то заканчивается. И чтобы у меня не было паники, я покупаю себе запас. Я вот купила себе запас. Он у меня еще стоит, я его не открыла. Потому что как-то что у меня период, пока я не пользуюсь мадмуазель. Но я всегда вот запас у меня. Так что у меня вот это на свечку пойдет. Это я скоро открою, буду пользоваться. Так вот я запасливая, как хомяк. Гель для умывания от Клиник для жирной кожи. Хороший гель, мне очень нравится. Он прекрасно очищает кожу. И мне нравится то, что от него такая свежесть. Он какой-то такой ментовый. Я прям чувствую, что кожа очищена. Это всегда. Если у меня как-то не подходит какой-то гель, я сразу бегу покупать этот. Потому что он меня сразу восстанавливает кожу. Я себя комфортно чувствую. Но он как-то надоедает. И тоже я вот сейчас начала чередовать с пенкой для умывания. И с Эвсен Лоран мусом для умывания. И тоже это из той серии, когда я покупаю себе запас. Вот у меня уже запас. Правда, я тоже еще не начала. Потому что я сейчас другими пользуюсь. Пока нет необходимости. Я довольна пока тем, чем я пользуюсь. В общем, это все были мои пустые баночки. Надеюсь, что вам понравилось видео. Спасибо вам большое за внимание. Что вы досмотрели до конца. Хорошего вам солнечного дня, как у нас сегодня. Классного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok